Уговорить Володю открыть двери. Единственный шанс. Смотрите, я вам скажу сразу. То, что сказал Володя, это правда, естественно. То, что сказал Владимир, это абсолютная правда. В данный момент там идет битва за бюджет. Я пытаюсь, чтобы вы услышали и поняли ситуацию. Есть разные варианты наполнения бюджета. Согласно этим вариантам, также возможны решения вашей проблемы. Есть абсолютно разные точки зрения. Кто-то предлагает, допустим, процентные каникулы, кто-то предлагает валютную амнистию. В зависимости от того, какой вариант бюджета будет проголосован, будет такое развитие и с вами. Если можно, не кричите на духа, пожалуйста. Что вы просто поняли, ни в одной фракции, я готов это подтвердить, ни в одной фракции нет единого решения, как голосовать за бюджет. Проблема в том, что сами депутаты до сих пор для себя не решили, за какой бюджет они готовы проголосовать. Одни из этих людей, спокойно. Одни из этих людей говорят, что, послушайте, я сейчас проголосую, выйду к людям, а как мне смотреть им в глаза? Потому что они за меня голосовали. Второй говорит, я проходил по спискам, у меня есть партийная дисциплина. И эти люди друг к другу, находясь в одной фракции, не могут договориться. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поняли, в зависимости от того, Володя правильно сказал, и он сейчас не врет абсолютно, честно говоря, вам в глаза то, что есть. Смотрите, можно сказать то, что вы хотите услышать, можно сказать то, что есть. Разница между депутатами заключается только в одном. Одни говорят что-то, что люди хотят слышать, а другие говорят то, как есть. Если вам Владимир не понравился своими словами, это не значит, что это неправда. Это значит, что он пытается вам донести эту информацию. Смотрите, сейчас в 12 часов, в 12 часов дня объявили на полчаса перерыв. Затем в 12.30 еще на полчаса, потом на 3 часа, потом еще на полчаса, сейчас еще на 2 часа. По идее в 7.30 должно начаться. Никто не может гарантировать, что кто-то с кем-то о чем-то договорится. Поэтому согласно тому, какой бюджет примут, такое решение и будет. Но то, что решение по вам будет, это бесформно. Потому что на самом деле никто не будет, послушайте, никто не будет. На сегодняшний день я могу вам сказать одно. Я не могу сказать, когда за бюджет проголосуют, сегодня или завтра. То, что сейчас, никто не разойдется до тех пор, пока решения не будет. Если это будет в 12 ночи, в 12 ночи, в 4 утра, в 8 утра, я к чему говорю? Это не может, что я вам что-то обещаю. Вы это сейчас увидите сами. Нет договоренности. Постарайтесь это понять. Не стоит накручивать себя. А как договориться? Договариваются, договариваются. Я пытаюсь вам просто объяснить, чтобы вы понимали, что... Я рассказываю вам, чтобы вы знали, что происходит. Теперь самое главное. Я рассчитываю на участие. Насколько я знаю, появился сейчас в Верховной Раде президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что сейчас, в ближайшие буквально полчаса, наконец-то будет достигнуто какое-то понимание. Нам раздадут сравнительные таблицы. Потому что, понимаете, со слов... Я не знаю, какие изменения внесены. Мне сказали, что оставили льготы пенсионерам, студентам, чернобыльцам, еще кому-то. Пока я не увижу это на бумаге, я никому не поверю. Потому что одно, что говорят и что делают, вы извините, большая разница. Как говорят в Одессе. А майданусов почему? Проголосовали за то, что майданусов? Представьте, вспоминаю. Так вот, чему я хочу сказать. Сейчас будет... Сейчас будет согласовательная комиссия. После нее можно будет понимать, что происходит. Я хочу, чтобы вы понимали. А вас помню. Вас никто не забыл. Люди... Мы... Я хорошо понимаю. Я сам все хорошо слышу. То, что вы себе можете напомнить, я согласен. И я помню, что основным хранителем закона является народ Украины. Поэтому еще раз вам говорю. Будет какая-то информация, мы выйдем и вам скажем. Мы вышли для того, чтобы вам донести эту информацию. Чтобы вы услышали, что мы помним о вас. И мы по-прежнему с вами. Всем спасибо. Слава Украине. Володя, Володя. 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 На полочке. Как passage actors� iets? Это... Бабель. Бабель, Луц. Волинь. Волинь. Ревни Волинь-Дубно! Житоны! Дивите, по акцизу на автомобилі. Наши депутаты, которые мы выбирали по бажиротарке, никто не вышел. Я хочу... Я хочу вам передать их прозвищу, чтобы вы им передали. Это и вахим. В чем проблема? В чем проблема? В чем? В чем? Я хочу объяснить ситуацию. Смотрите, я сижу в антикоррупционном комитете. Ко мне приходят люди и говорят, у нас отжимают квартиры. Я говорю, это не антикоррупционная проблема. Они говорят, вы понимаете, я к своему депутату обратиться не могу. Пришли сейчас из гостиницы Днепр, которую ДУС, Державное управление с правами, пытается приватизировать втихаря. Это государственное предприятие. Это не коррупция, это воровство. И таких моментов постоянно много. Ребят, в следующий раз. Думайте, кого вы выбираете. Каких магнитарчиков или какие партии. Я еще раз говорю. Послушайте, пожалуйста. То, что сказал человек сейчас, он говорит о том, что к вам выходят определенные депутаты. Подумайте об этом и запомните. Не смысл, что за меня надо голосовать. И в следующий раз каждый из вас в своем городе, в своей области, в своем районе. Подумайте, за кого вы голосуете. Подумайте, за кого вы голосуете. Ваше мнение, что вам надо делать? Единственное, что вам надо дождаться, понимание бюджета. В данный момент, я вам хочу сказать, я не знаю, какая форма бюджета будет принята. С одной стороны, премьер говорит, что у нас дыра в 17 миллиардов. С другой стороны, самопомощь четко показывает, где можно взять 100 миллиардов. Я вам сейчас перестану разговаривать поставлю. Если будете говорить, хотите поговорить? Это я говорю ей ценюку. Надо меньше 4. Я хочу сказать одно. Чому принимается закон бюджета? Послушайте меня, люди, уважно. С людей дерут. Вы понимаете? Дерут людей. Где брать бюджеты? А почему не визжать бюджеты из тех миллионеров, из миллиардеров, которые в банках ховают свои деньги, а на бюджет на Украину не дают? Хай дадут эти деньги на бюджет Украины.